Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и вчера компания Xiaomi в лице дочернего подразделения Redmi представила линейку девятых ноутов для рынка Китая, которая в ближайшем будущем на глобальном рынке, исходя из многочисленных утечек, станет линейкой Redmi Note 10. Да-да, лучше не спрашивайте и не пытайтесь понять как это происходит, до такого вселенского просветления я еще не преисполнился, про старшую модель Redmi Note 9 Pro 5G мы уже говорили в отдельном ролике, смартфон за свои деньги получился действительно очень интересным, но сегодня заденем Redmi Note 9 5G и не 5G версию. Ну а если данное видео по традиции наберет 2000 лайков, я прикуплю обе новинки и запилю большой обзор, а также устроим прожарку во всех современных играх с FPS, нагревом и троттлинг забегами, так что думаю будет как полезно, так и интересно. От вас как всегда лайчинские и одобряющие комментарии, ну а начнем старшенького, ну или среднего в линейке новых китайских Redmi Note 9. Так вот Redmi Note 9 5G получил довольно производительный 8-дельный 64-битный чип от компании Mediatek, а именно Dimensity 800U с максимальной частотой до 2,4 ГГц. За графикой получает Mali-G57MC3, объем же оперативной памяти в зависимости от версии будет варьироваться от 6 до 8 ГБ. Что же до встроенного накопителя, то тут предоставлено также две модификации на 128 и 256 ГБ. Так что с памятью проблем быть не должно, плюс есть отдельный слот под карточку памяти стандарта microSD. В целом камень, как по мне, возможно даже ничем не хуже, чем 750G Dragon из старшей модели. Во всяком случае, в синтетике они набирают очень похожий результат, около 350 тысяч очков в Antutu. Скоро мы подготовим наши специальные тесты и расставим все точки на D. Ну а так, 800 и Dimensity, конечно, получились весьма удачными. Питает светодело, солидная баночка на 5000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Экран новинки это 60 Гц IPS UGS матрица с диагональю 6,53 дюйма и по сути она перекочевала сюда из нашинского Redmi Note 9. Так что я надеюсь, проблемы с максимальной яркостью ребятами были пофиксены. Так, пользоваться тем же Redmi Note 9 на солнце довольно проблематично. Ну и к сожалению, даже 90 Гц нам не завезли, но зато есть надежда увидеть стабильные 60 FPS в большинстве современных игр. Что же до камер, то фронталка тут на 13 Мп, а вот основная получила сенсоры на 48 от Самсунга, ширик на 8 и 2 Мп макрообъектив. Да, ставить один тот же 48 Мп сенсор 3 года подряд, это так в духе компании Xiaomi. Жаль, но в целом качество нас ждёт примерно на уровне старичка Redmi Note 7. К дополнительным особенностям новинки могу отнести 12-ю MIUI и 10-ый Android, разъём под наушники, стереодинамики у старшего брата, защиту от брызг, ну и собственно всё. NFC ждём, разве что в глобалочке. Ну и последней новинкой стал обычный 9-ый Note без приставки 5G. По сути это тот же Poco M3, только в более привычном дизайне и с шириком. Я тоже делал о нём видео пару дней назад. Аппарат получил такой же дисплей на 6,53 дюймов в HD+, и PSOGS. Сердцем послужил не самый передовой по современным меркам Snapdragon 662. Но зато даже в базе аппарат получил 128 гигов памяти и отдельный слот под карточку microSD. Камеры тут на 48, 8 и 2 Мп, плюс средненькая фронталочка на 8 Мп. Но самое главное, аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой 18-ти ваттной зарядки. Redmi Note 9 5G выйдет в чёрном, зелёном и фиолетовом цвете. Redmi Note 9 4G уже в зелёном, синем, оранжевом и чёрном цвете. Что ж до ценников, то за Redmi Note 9 5G версии 6 128 гигов просит 195 долларов. За версию 8 128 уже 225, и за топ 8 256 258 баксов. За Redmi Note 9 4G модификации 4 128 вполне адекватные 150 долларов. За 6 128 уже 166, за 8 128 197, и за неинтересные, как по мне, топ 8 256 солидные 226 баксов. И честно говоря, ничего выше базы я брать не стал, базовые версии у обоих смартов вполне годные. Что ж, на этом, думаю, всё. Как по мне, китайские девяточки все получились довольно интересными, и главное, с гуманными ценниками. Но топовые версии я брать не стал, так за их деньги можно присмотреть что-то повеселее. Ну а так, думаю, уже скоро я прикуплю все модели. Очень надеюсь на вашу поддержку, ребят, и, собственно, посмотрим, как они себя поведут в реальных боевых условиях. Ну а если это видео было вам полезно, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, жмём на колокольчики, и, конечно же, посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там опубликовываю фотосессии устройств, а также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok